итак добрый день друзья сегодня мы продолжим говорить про инфодайвинг на сознание предыдущий эмоциональный подкаст вынуждена была прервать на эмоции на самом деле сложно сложно давался этот путь восхождение на эверест под названием инфодайвинг сложно давались состояния было очень много работы работы по 16 18 часов в день мы брали детей мы рисковали на самом деле очень сильно рисковали и мы все время ждали какой-то помощи или поддержки хотя это наверное первый год потом даже предложение по инвестициям мы перестали рассматривать это не имело смысла мы полностью все делали сами мы сами двигались мы сами начали писать платформу мы сами делали свои внутренние проекты для того чтобы полностью саккумулировать всю информацию мы понимали что информация когда ты идешь в психику она шизушная но вот смотрите когда мы только начали рассматривать структуры психики когда мы входим в психику мы не можем привыкнуть к тому что в психике нету состояния покоя там всегда есть динамика причем эта динамика вращательная то есть есть тетраэдры которые двигаются навстречу друг другу либо в противоположном направлении движение осуществляется постоянно и это движение вращательное и есть один тетраэдр который отражается во втором и поначалу она не воспринимается вот как меркаба она воспринимается все ты пытаешься все это остановить и в каком-то статическом варианте зафиксировать и вот когда мы смотрим статически на структуры психики мы видим там эго ум выше я то есть психика сама диктует как что называется то есть не надо ничего придумывать от ума если ты находишься в состояниях инфодайинга то у тебя слова те слова которые правильные которые вот так это называется в психике они обозначены иногда даже удивительно в соответствии с корнями в русском языке мы поняли потом почему санскрит настолько интересный язык и почему все древние знания были на нем вот первый вход и тебе начинает раскрываться информация и сначала были структуры психики простые которые в принципе где-то в психологии описаны исключение составляла высшее я потому что она переврано в психологии а потом дальше нам надо было адаптироваться под все эти вращения плюс к тому мы шли в психику мы-то искали бога и каждая световая структура для нас было сперва богом мы же не понимали что бог в нас мы шли на пролом единственное правильное что мы делали это мы все записывали просто все фиксировали и не просто фиксировали а мы сразу начинали проводить эксперименты мы брали в работу так уж случайно получилось абсолютно случайно весь путь описан в книге инфоданит над сознанием появился ребенок с аутизмом потом второй потом третий и мы начали работать с мамами и с детьми именно по структурам психики вот была у нас девочка и на ее звали просто разблокировка структур психики была достаточной для того чтобы ребенок за год развился и пошел в нормальную школу с белыми бантами кстати все это описано здесь есть дети которые вот недавно был спор в чате а был ли у ребенка аутизм в принципе у ребенка жизнь заканчивалась в 12 лет потому что у него высшее я не распалась в инкарнационном цикле мы тогда многих вещей не знали мы просто видели двойное слипшееся высшее я которое было настолько тяжелым что но не вот как перезаполненный компьютер и компьютер начинал зависать 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 и из-за того что там очень большой информации он какой-то момент должен был выключиться то есть это была поломка в психике причем ее то врачи никак не могли диагностировать а у ребенка это сказывалось и на физическом и на психическом здоровье и так далее то есть у нас много интересных было примеров когда даже диагноз медицина поставить не могла или там например был ребенок увядающий которого сперва был здоров а потом у него началось увядание 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 и было поставлено заболевание цнс и тоже ребенок должен был скоро покинуть эту жизнь на сегодняшний день все дети благополучно живы живут и потихоньку развиваются а есть кто вообще вышел в в абсолютную норму стопроцентную норму даже отличниками школе стали то есть вот эти все примеры мы все это описывали в книге инфодайм надсознание это был огромный титанический труд то есть мы вели параллельно порядка 300 детей представляете какое-то сумасхождение это ежедневная была нагрузка и мы сравнивали мы сравнивали структуру психики мы сравнивали что куда вращается мы сравнивали как это работает где как записывается информация и не так сложно было но шизушно было дойти до структуры которую в затренке называют хроники акаши где-то называют торсионными полями где-то называют энергоинформационным полем то есть эта структура в психике мы ее назвали душа души она просто такая световая достаточно яркая это пространство вариантов там есть любая информация она находится в надсознании потому что это отраженная информация это мы уже поняли потом тогда мы просто шли напрямую нам казалось что это очень важная структура мы там много чего найдем мы тоже ее описали мы разрисовали кстати эти все структуры здесь в книге и вот после того как мы вышли за хроники акаши дальше а мы опять увидели световые структуры мы опять поняли что бога мы не нашли что он где-то еще мы продолжали его искать вне себя мы продолжали его искать где-то снаружи и вот этот момент был когда стали очевидной стало очевидной геометрия мы поняли как записывается информация на в меркабах и мы начали давать определение там мы видели слои и вот первый слой b1 к 1 там блок управления кабинет b2 к 2 b3 к 3 и вы знаете в какой-то момент у нас было такое что мы разрисовали полностью структуры назвали структуру миром миром человека миром психики и у нас получился мир к и б и если мы прочтем мир к б получается мир к вот так как мы брали информацию из психики и называли все так как прописано в психике то когда мы потом поняли что на слух это и воспринимается как мир к ба то есть психика даже выдала в таких вот мелочах она выдавала подсказки как что работает но нам пришлось пройти это все в надсознании мы проходили и мы понимали что есть переотражение в подсознании мы уже видели зеркало за него мы зайти не могли и мы там раскладывали информацию как работает во первых египетский период потом как работает ритуальная магия полностью всю ритуалику мы прошли и потом мы зашли до платформы б3 платформа так называемой сатаны и там же был прописан инкарнационный цикл человека и вот там мы уперлись мы уперлись в то что крайне сложно войти в инкарнационный цикл будучи живым для того чтобы туда войти надо умереть но ведь хочется и мы искали разные пути мы искали путь через физическое тело мы поняли что путь будет лежать через глаза мы искали пути через свое прошлое мы искали через будущее мы чего мы только не делали мы видели как он идет мы видели что именно в надсознании появляется энергия как ресурс люди все время говорят энергия там энергетические удары там это это на сознательная часть а если мы берем слово ресурс вообще то ресурс энергию превращается только в надсознание когда он становится ограниченным а в подсознании ресурс световой и он абсолютно не ограничен ничем не ограничен и вот эта световая составляющая она может содержать информацию может не содержать но это все сознание представляете точно так же как и энергия на тоже обладает сознание но это уже преобразованный ресурс на то есть в энергетическую составляющую подготовленную для физического тела и соответственно сознание будет тогда во всем физическом теле в каждой клеточке и поэтому когда пеняют на мозг говорят наш мозг управляет там реальностью наш мозг там это это неправильно наша пятка точно так же управляет реальностью и наш кишечник великолепно управляет мозгом даже с точки зрения эндокринологии но даже знаете если вы туда напихаете чего-то что не переварится ваш мозг будет очень даже круто страдать от того что пострадал кишечник напихал то туда не мозг пихали вы а кто тут вы который туда пихал и вот эти вопросы они у нас возникали постоянно мы привязывали абсолютно все наши исследования все наши действия к практической работе с детьми вот в этой книге мы описали полностью писали всю психику полностью всю психику включая подсознательную часть переотражениях платформах к и б их здесь семь штук вот статичном варианте статичным нефтенамично до динамичного мы еще тогда не дошли для этого нам надо было адаптироваться самим для этого надо было чтобы видоизменился наш мозг для того чтобы воспринимать такие объемы информации это знаете как когда ты воспринимаешь сперва мегабайты а потом тебе идет в терабайтах информация и надо чтобы ты дошел до того чтобы воспринимать терабайт потому что они приходят мгновенно так раз и сразу легло если твой мозг не адаптирован то ну как минимум ты не можешь воспринять а как максимум твой мозг плавится и кипит и вот так шла работа шаг за шагом но что мы сделали правильно это мы записывали каждые вот эти наши исследования мы записывали мы записывали не только историю какие мы молодцы что мы там помогли детям что там кто-то поправился мы записывали что мы делали и вот вся книга инфодайнг на сознание это именно переход от реальности от научной составляющей или эзотерической зависимости то в какой концепции вы захотите находиться к действительно миру психики к тому что есть в ваших глубинах на вашей подкорке и вот систематизация это попытка это все собрать в одну кучу в одну структуру мы понимали что все вращается все двигается какой-то момент нам надо расширять восприятие для того чтобы это все систематизировать и вот полностью весь путь статики описан в надсознании поэтому книга это читается крайне просто и она дает понимание как что работает в психике именно в надсознании я постоянно делаю акцент на надсознании потому что между надсознанием и подсознанием находится зеркало и вот если она грязная в подсознании человек попасть не может более того для того чтобы попасть подсознание надо чтобы были одновременно два человека абсолютно искренне увлеченных доверяющих друг друга противном случае ты просто именно в подсознательную часть попасть не можешь либо тебя туда должны провести тебе должны открыть дверь с той стороны так получилось и в нашем случае дверь нам помогли и открыли моя мама которая умерла но это отдельная история которая дальше уже пошла в книге инфодайнг подсознание вот эта книга на черное-белое замечу да надсознание белое черное надсознание легкая простая статичная а когда мы переходим в подсознание сложнее этой книги на самом деле среди всех наших книг есть только парадоксальное восприятие последнее в инфодайнге подсознание вообще эта книга начинается изумительно она начинается с того что мы описываем наше знакомство с черной и белой и с работы как они работали с человеком появилась черная они обе смотрят на нас благодарят сердце и пусть простят нас если могут а в чем разница между ними говорят что скоро поймем но бе они любят и заботятся человеке только одна встречает его жизни другая провожает жизнь но они всегда вместе черная смерть и белая смерть это два архетипа в нашем подсознании других архетипов там нет все что сейчас говорит психология это бред от ума они могут посмотреть показать процесс смерти как они его видят могут они испугаетесь эмоции проявлять нельзя говорить смотрите они сейчас покажут работу на ком-то замешательства пошли образы и дальше женщина как повешенные все в зеркале но до зеркала она стоит даже как живая черная заходит зеркало белая становится напротив повешенной получается белая черная за зеркали обычно должна быть белая сейчас черная женщина возле зеркала потом появилось отражение повешенной все сейчас начнется работа как я понимаю кто-то должен повеситься посмотрим что будет дальше белая смотрит глаза черная в отражении виселится виселится лицом к черной в отражении черная работает за зеркали и вот Вот так, шаг за шагом, мы описывали работу черной-белой. Они показывали, как ведется работа в том или ином случае, с тем или иным заболеванием. Как снимается информация, как отжимается информация, как записывается новая информация, кто за что отвечает. Здесь же была определенная ритуалика. Вот откуда берутся ритуалы, на которых сегодня стоят столпы религии, магии. Причем, смотрите, сколько религий, столько ритуалов. Но ритуалы идентичные. Почему идентичные? Они друг у друга копировали? Нифига, они копировались под сознание человека. Потому что подсознание человека понимает определенные ритуалы. И эти ритуалы выполняют черная и белая смерть. Опять-таки, возьмите масонство, братья, одежды белые, черные, капюшоны. Это все взято из психики, это все черное и белое. Это опять-таки символика серебро, золото и так далее. Откуда это взято? Это взято из психики. Это опять-таки черное и белое. Мы все эти вещи описывали, как оно у нас в психике происходит. И когда мы писали книгу под сознание, мы просто тупо записывали все, что мы видели. Все, что происходит при работе человека с человеком в его подсознании. Когда мы уже прошли инкарнационный цикл и ворвались в зазеркалье, мы эти вещи все смогли описать. Но мы не понимали, что делают черные, что делают белые. Мы понимали, что есть какие-то сторонние сознания, что люди зачастую совсем не люди, что они там и животные, и насекомые. Поэтому очень часто на человека хочется сказать, ты ведешь себя как свинья, ты вообще проявляешься как козел, а ты насекомая. Мы не просто так хотим сказать это человеку, потому что у него доминантное сознание находится на таком уровне развития. И это все было в теле человека. Но это все уснувшее сознание Бога. Бог на самом теле уснул в теле. Бог пришел в тело, в теле, в игру и заснул. И чем больше он засыпал, чем больше слоев сон во сне у человека, тем глубже он провалился, и тем большую часть сознания он вытеснял в нея. И тем большую часть сознания он не признавал своей. Он вынес Бога, он вынес сатану, он вынес болезни, он вынес ответственность за свою жизнь на высшие силы, на чертей, на инопланетян, на сторонний разум, на кого хотите. И черное и белое показывали, как это все собрать назад. Как разбудить человека, как убрать максимальное количество снов хотя бы в пределах психики. Потому что пределы психики – это уже ограниченность. это называется сознание в теле. То есть все, что ограничено психикой, это мы будем говорить про сознание в теле. А надо, чтобы было тело в сознании. Когда сознание в теле, тело не в сознании. Тело спит. Тогда сознание в теле, тело спящее. А тело надо разбудить. Вот это про просыпание, это про инфодайинг в чистом виде. То есть все, что касается состояниями засомномбулическими, это про просыпание и про пробуждение из снов. Раскрытие вот снов, как щелкаешь орешки один за другим. И сперва раскрываются сны в психике, а потом дальше выйти за пределы тела, чтобы сознание было, чтобы тело было в сознании. Чтобы сознание было за пределами тела. Если так можно сказать. Вот они и семья, и род, и так далее. Это следующий шаг к расширению. И когда мы погрузились во все это и начали все записывать за черный и белый, мы столкнулись еще с одной частью. Там речь шла о силе. Сила вынесена за пределами снов. Каждый сон обладает своей силой. То есть ресурс вынесен с сила, ресурс вынесен за пределы контура сна. И каждый раз, когда твое сознание расширяется, ты начинаешь осознавать эту силу. И у тебя появляются определенные психические способности. Это про расширение сознания. Это про способности человека, Бога. Это вообще про просыпание Бога. И так шаг за шагом. В контуры психики мы все описывали. Все, что мы проходили, мы все записывали. И знаете, было здесь, в этой книге, мы не были готовы к этой информации. Здесь очень много информации записано, и которую мы вообще не понимали. Не то, что не осознавали. Мы не понимали. Мы тупо, как обезьяны, записывали. И поэтому эта книга, она как незаконченная. То есть она обрывается на полусловие, просто фиксация информации, которая потом переходит в состояние счастья, в расширение. Из-за ней была книга «Инфодайм к счастью». Это две книги, которые так плавно, плавно выводили нас в коллективное. Коллективное и бессознательное. И они просто фиксировали те знания, которые мы доставали из психики. Вообще не понимая даже их. И лишь после глубины, и освоив парадоксальное восприятие, когда ты берешь книгу «Инфодайм к подсознанию», до тебя доходит какое-то кладезь знаний. То есть здесь описано все в простых словах. Как и с чем работать. Но взять умом это невозможно. Осознать это с этого уровня, когда ты идешь из сжатого состояния в расширение, вот так увидеть и осознать вот эту книгу невозможно. Надо взять снаружи, вовнутрь. Когда ты из расширенного состояния смотришь, тогда для тебя это кладезь знаний. Эта книга вдруг читается задом наперед. Она раскрывается в других красках. И в то же самое время, не прочтя ее, и не расширившись, у тебя нет возможности расшириться. Вот парадокс. Когда люди говорят о том, что кто-то спрятал от них знания, знания не раскрываются, ищут знаний, скажи мне, я все пойму. Это глупо. Знания завуалированы и закрыты от человека, самим же человеком, как сном за счет вынесенной силы. И таким образом, человек, не осознавая этот сон, он как блоха в банке бьется об крышку, выпрыгнуть не может, и ему в какой-то момент становится неинтересно, и он засыпает. Плюс срабатывает структура ума, эго, и говорят, ты уже достиг, ты уже гуру, ты уже великий, там и так далее. А кому-то на ухо шепчет эго, обратись за помощью, попроси, вот он тебе поможет. И человек говорит, помоги, я прошу, я прошу. И ждет. Он уже все, сразу вынес ответственность, вынес себя на другого человека и ждет типа помощи. А на самом деле, его уже дома нету. И уже в таком случае ему помочь невозможно. Помочь человеку можно в одном случае, вернув его домой и вернув ему ответственность за свою жизнь. И это, то есть вернув ему силу. Если бы Моресьев не полз, он бы не выжил. Очевидно? Очевидно. Но это в физическом мире очевидно. Точно так же и в психическом мире. Точно так же и с любым заболеванием. Но для этого надо, чтобы было внутри сила, а для этого надо, чтобы было принятое решение жить, а для этого надо, чтобы была возвращена ответственность. И теперь смотрите, когда мы писали эту книгу, мы просто взломали все, что касается магии и религии. Страшно? А теперь представьте, как было страшно нам. То есть каждый шаг – допуск. Допуск, когда тебе надо было перешагнуть через себя, когда ты мог заболеть, когда ты мог выключиться, когда ты мог получить какое-то дополнительное сознание, создать неосознанно у себя. Сейчас мы понимаем, что это все мы сами создаем. А тогда мы же еще искали вынесенного Бога. Помните? Мы еще не проделали этот путь. И каждый раз было страшно. И мы через интерес шли на пролом. А сколько в это время мы получали в спину от религии? Ребята, вы просто вспомните. Конечно, сейчас, если прогуглить, например, набрать Наталья Зайцева «Мошенница», у вас еще вылетят какие-то скрины, но они будут заблокированы гуглом. А ведь было шесть статей от религии. Шесть от религии. Когда меня просто тупо преследовали. Обзывая мошенницей, делая подставные статьи, делая подставные отзывы, писали люди, третий которых я вообще никогда не видела этих имен, и не знаю, что за они. И это делал человек, чей ресурс заблокировал, заблокировало государство, чей ресурс, чей статьи уничтожил гугл, гугл удалил, и который попал потом в тюрьму. Знаете, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Когда мы с кем-то воюем, мы воюем сами с собой. Осознание этого и осознание силы помогло пройти вот этот путь без войны. То есть мы уходили от всех конфликтов, мы уходили от всех обвинений, мы просто тупо делали свою работу. И когда вот у меня спрашивают зачастую, что ну как тут работать? Тут же там государство не дает, тут же там еще какие-то проблемы возникают. Ребят, надо просто работать. Надо просто тупо работать. Когда ты занимаешься своим делом с утра до вечера, и у тебя нету других вариантов развития событий, то у тебя все получается. Главное, делай свое дело. И тогда все будет хорошо. А играть в войны, в конфликты, в обиды и так далее, это было не про нас. Да, были моменты, когда нам было больно. Были моменты, когда мы понимали это незаслуженно. Но мы эти моменты пропускали и забывали. И на сегодняшний день остаются книги, остаются результаты нашего труда. И я понимаю, что наши имена в историю по-любому войдут. Другой вопрос. Войдут они сейчас, пока мы живы? Или войдут они посмертно? Возьмите профессора Горяева. Когда начали его популяризовывать как человека великого, он же совсем недавно умер. Вот, ровненько после смерти. А при его жизни что было? Его затаптывали. Называли лженаукой. И так далее. А ведь он очень толковые вещи говорил. У нас есть в книгах описанные моменты, где Горяев был на 100% прав. Но это есть слои в психике, которые будут работать по волновому признаку все, как он описывал. Четко волновая генетика будет иметь место в ограниченном диапазоне в психике. Но он ровненько в этот диапазон входил и мог использовать эту информацию, потому что она у нас в психике есть. И эта информация будет работать на результат в психике человека. Представляете? Но это же лженаука. И только посмертно его труды начинают исследоваться. А вот этой восьмерочке мы поговорим потом. Как на самом деле. Вот то, что я сейчас делаю, рассказывая вам все это, я стараюсь обойти эту восьмерку, чтобы непосмертно мы пока умирать не собираемся. Мы понимаем, что мы только начали путь в психику. И та шиза, которую мы позволили себе опубликовать и назвать вещи своими именами, как они называются правильно в нашем надсознании и подсознании. Не смешать в одну кучу, назвать все это месиво коллективным бессознательным. Нет, коллективное бессознательное это отдельная тема, она отдельно описана. Не свалить в кучу, не сказать, что в нашем подсознании нету надсознания. Уже современное течение объединили подсознание и надсознание. Все, в один замес, типа перемешали и какаха получилось. Нет, господа, все структурировано. В мире информации нету хаоса. В нашей психике все структурировано. И каждая структура имеет свое место. И в каждой структуре записана своя информация. И нету лишних структур. И если вам кто-то предлагает бороться с умом или бороться с эго, это глупости вас разводят. Нет у нас внутри лишних структур. Единственное, о чем на уровне структур мы сами себя обманываем, мы говорим, что у нас у каждого своя душа. Так вот этот световой элемент, который есть у каждого человека, он единый. Он единый. Это часть одного большого сознания. И даже когда я говорю часть, это неправда. Знаете, вот это как если говорить, что на меня сегодня падал солнечный свет, и вот солнечный свет в Беларуси отличается от солнечного света в Америке, отличается от солнечного света в России. Нет, это солнечный свет. Вот такой же солнечный свет сознания есть в каждом человеке. И это один и тот же свет. И у нас одно и то же я. Когда мы говорим я, вот на этом уровне мы все одно. Одно сознание. Сознание, которое отделено количеством снов. И последнее самое плотное отделение, последний самый плотный сон это наше физическое тело. И знаете, по правилам игры проснуться можно только в физическом теле. Шиворот на выворот. Представите, какой парадокс. И изменить игру или перенастроить игру можно только из физического тела. А теперь представьте, что вы делаете, когда вы доверяете религии. Когда вы считаете тело бренным, грешным. Когда ждете, устав, отмучившись в раю. Как от него отказаться? Вы отказываетесь от возможности полностью создать ту игру, в которой вы будете счастливыми, успешными и так далее. Это отдельная большая тема книги инфодайм счастья. Но мы еще не прошли инфодайм подсознание. На нем мы остановимся еще дополнительным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok